Что вы говорите? Потому что Церковь это не только общество святых, но это и общество спасающихся грешников. Сам Господь Иисус Христос сказал о том, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Однако, конечно, в истории всегда к Церкви предъявлялись очень завышенные требования, исходя из самого определения Церкви. Потому что Церковь в том же нашем символе веры именуется святой. В чем же состоит святость Церкви и как действительно может совмещаться порог, существующий в жизни тех людей, которые Церковь составляют? Необходимо сказать о том, что Церковь прежде всего свята в силу своего Основателя, Господа Иисуса Христа. Господь говорит в Ветхом Завете, будьте святы, ибо Я свят. И вот исполнение этих ветхозаветных слов происходит в Новом Завете через Господа Иисуса Христа, который, как говорится, возлюбил Церковь и предал себя за Нее, чтобы Ее осветить. Церковь свята в силу присутствия в ней Животворящего Святаго Духа Божия. Ну и, наконец, Церковь свята в силу своего призвания. Плод Ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Но это не означает, что в течение своего исторического бытия земного Церковь в лице своих членов, в лице тех, кто Ее составляет, всегда и во всем является святой и безгрешной. Блаженный Августин, рассуждая на эту тему и стараясь примирить и понять, как может существовать в Церкви одновременно и святости порог, называет Церковью термином «корпус пермикстум», что означает «смешанное тело». Собственно, в Евангелии сказано о том, что среди доброй пшеницы должны быть и плевелы, которые будут уничтожены в определенный Богом период, в момент Божьего времени, перед концом этого мира. И когда тот же Блаженный Августин, рассуждая о Церкви, говорит о том, что она не имеет какого-либо пятна или складки, то он говорит, что я не имею в виду, что Церковь уже сейчас является такой абсолютно чистой и лишенной какого-либо пятна или складки. Я говорю о том, что таковой она должна предстать в момент времени Божьего. Таковой она должна быть к моменту страшного суда. То есть жизнь Церкви, жизнь тех, кто Ее составляет, это постоянная борьба, с грехами, с пороками, с страстями, это постоянная работа над собой. Поэтому, собственно, плод святости мы должны принести в результате нашей жизни, дабы унаследовать вечное блаженство. По словам апостола Павла. Получается, что Церковь и проблема – это бесконечная история. И не было никогда, вот я хотел вас спросить, этого золотого века, идеального, который потом испортится. Это бесконечная история, и об этом говорит сам апостол Павел сразу, в первом веке, говоря о том, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас.